Всем привет! С вами канал Дневник Системного Администратора и сегодня я вам расскажу о режимах работы Wi-Fi сети. Бывают такие режимы как B, G, N и A, C. Что это такое и как изменить его в настройках роутера? Одно из самых важных в настройках беспроводной сети есть режим работы, то есть режим беспроводной сети. Он называется Mode или Wireless Mode. Название его может зависеть от маршрутизатора, прошивки или языка панели управления. Данный пункт в настройках маршрутизатора позволяет создать определенный режим работы Wi-Fi 802.11. Чаще всего он смешанный режим как вы видите у меня B, G, N. Если конечно же у вас не двухдиапазонный маршрутизатор, который работает в режиме A, C. Если вы хотите узнать и определить какой режим лучше выбрать в настройках маршрутизатора, нужно сначала разобраться, что вам вообще нужно и на что эти настройки будут влиять. Я вам сделаю маленький скриншот с настройками на примере роутера TP-Link для диапазона 2,4 и 5 ГГц. Итак, на сегодняшний день можно выделить 4 основных режима. Это такой как B, G и N. И конечно же A, C для двухдиапазонных маршрутизаторов. Какое же у них основное отличие? Это максимальная скорость соединения. Обратите внимание, что скорость, о которой я буду вам сегодня рассказывать, это максимально возможная скорость на один канал. Которую можно получить, если у вас идеальные условия. А в реальных, конечно же, условиях скорость соединения будет намного ниже. Итак, давайте разберемся, какие же есть стандарты. Итак, первый стандарт это 802.11a. Здесь у меня его нету, но он существует. Это один из первых стандартов, который работает в диапазоне 5 ГГц. Максимальная скорость достигает до 54 Мбит в секунду. Это, конечно же, устаревший вариант. Сейчас в диапазоне 5 ГГц уже самый популярный это АЦ. Следующий стандарт это 802.11b. Работает в диапазоне 2.4 ГГц. Скорость достигается до 11 Мбит в секунду. Следующий стандарт это 802.11g. Работает в диапазоне 2.4 ГГц. Это, можно сказать, современный доработанный стандарт 802.11b. Но скорость у него уже 54 Мбит в секунду. Он совместим, конечно же, с 802.11b. Например, если ваше устройство может работать в этом режиме, то оно без проблем будет подключаться к сетям, которые работают в этом режиме B. Следующий это 802.11n. Это самый популярный стандарт на сегодняшний день. Скорость его уже составляет до 150 Мбит в диапазоне 2.4 и до 600 Мбит в диапазоне 5 ГГц. Совместимый он с 802.11a, b и g. И, конечно же, последний стандарт 802.11ac. Это новый стандарт, который работает только в диапазоне 5 ГГц. Скорость передачи данных составляет 6.77 ГБит в секунду при наличии 8 антенн. Данный режим есть только на двух диапазонных маршрутизаторах, которые могут транслировать сеть в диапазоне как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Давайте рассмотрим, конечно же, скорость соединения. Как показывает практика, чаще в настройках B, G, N и AC меняют с целью повысить скорость подключения к интернету. Сейчас вам я постараюсь объяснить и рассказать, как это работает. Например, возьмите самый популярный стандарт. Это 802.11n в диапазоне 2.4 ГГц. Когда максимальная скорость у него 150 Мбит в секунду, именно эта цифра чаще всего указывается на коробке с маршрутизатором. Также может быть написано и 300 Мбит, и 450 Мбит. Это зависит от количества антенн на вашем маршрутизаторе. Если одна антенна, то роутер работает в один поток, и скорость будет 150 Мбит в секунду. Если же две антенны, то скорость указывается 300 Мбит в секунду. Все эти цифры, конечно же, это просто цифры. В реальных условиях Wi-Fi при подключении в режиме 802.11n будет, конечно же, от 50 до 80 Мбит в секунду. Скорость зависит от огромного количества самых разных факторов. Это такие, как помехи, уровень сигнала, производительность и нагрузка на маршрутизатор. Ну и, конечно же, настройки. Итак, давайте я вам пример наведу. Вот смотрите, практически на всех маршрутизаторах, даже в которых написано, что передача идет до 300 Мбит в секунду, скорость WAN порта ограничена в 100 Мбит в секунду. Больше вы никак не выжмите с данного роутера, даже если ваш провайдер дает вам 500 Мбит в секунду. Поэтому лучше покупать роутеры с гиабитными портами, если у вас, конечно же, провайдер дает вам такую скорость. Следующим этапом, конечно же, давайте рассмотрим совместимость роутера и устройств. Все роутеры сейчас продаются на рынке, которые могут работать как минимум в трех режимах. Это B, G и N. Если роутер двух диапазонный, то он еще работает в режиме 802.11ac. Например, устройства, которые имеют Wi-Fi модули, это такие телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, Wi-Fi адаптеры, имеют поддержку определенных стандартов. Практически все новые устройства, которые выходят сейчас на рынок, могут подключаться к Wi-Fi в сети режиме A, B, G, N и AC. Понятно, что это актуально в обоих диапазонах 2,4 и 5 ГГц. На каких-то отдельных моделях, например, стареньких ноутбуках или дешевых смартфонах, может не быть поддержкой стандарта AC. Если взять, для примера, например, старый ноутбук, у которого есть поддержка только, например, Wi-Fi B, G, а ваша Wi-Fi сеть работает в режиме только N, то ваш ноутбук к этой сети уже не подключится. Скорее всего, вы увидите ошибку, в Windows не удалось подключиться к Wi-Fi или же не удается подключиться к этой сети в Windows 10. А решить эту проблему можно установкой в настройках маршрутизатора автоматического режима, так бы сказать, микса, который совмещает B, G и N. Давайте рассмотрим режимы B, G, N и AC в настройках роутера. Какой режим вам выбрать и как его изменить? Как правило, по умолчанию стоит всегда автоматический режим, который подразумевает в себя 802.11.B, G и N. Или наоборот, может быть такой 802.11.N и AC, он называется смешанным. Это сделано для обеспечения максимальной совместимости, чтобы к маршрутизатору можно было подключиться как очень старое устройство, так и новое устройство. Часто говорят, что если выставить 802.11.N для режима 2.4 Гц, разумеется, позволяет оно увеличить скорость Wi-Fi. И скорее всего это будет так. Если у вас, например, нет старых устройств, у которых нет поддержки 802.11.N, то рекомендуется поставить именно этот стандарт работы беспроводной сети, если есть такая возможность в настройках вашего маршрутизатора. А для диапазона, например, 5 Гц, я все-таки бы поставил смешанный режим N и AC. Вы всегда сможете протестировать, замерить скорость на устройствах в смешанном режиме. И потом решить, какой режим вам выставить, только, например, 802.11.AC или только 802.11.N. И снова замерить скорость вашего интернета. Всегда сохраняйте настройки и перезагружайте маршрутизатор. Ну и не забывайте, какие настройки вы меняли. Чтобы в случае проблемы с подключением устройства не было у вас проблем, и вы могли вернуть все назад. Давайте, конечно же, рассмотрим смену режима Wi-Fi на роутере TP-Lint. Итак, как же изменить режим Wi-Fi на роутере TP-Lint? Как видите, заходите по адресу 192.168.1.1. Или же по другому адресу, который указан сзади у вас на маршрутизаторе. Или же, вернее, на роутере. Вводите пароль, вводите администратора, заходите, и вам нужно зайти во вкладку, которая называется интерфейс сетап. В некоторых может быть название беспроводный режим. Потом переходите во вкладку Wi-Fi или же Wireless. И здесь у нас есть режим, который называется Mode или Wireless Mode. Здесь у нас указывается стандарт. Если, конечно же, у вас нет двухдиапазонный маршрутизатор TP-Lint, то для его смены режима работы в диапазоне 5 ГГц, перейдите в соответствующий раздел. Открываете здесь и выбираете, какой вы хотите выбрать режим. Опускаете самый низ и нажимаете кнопочку Save. После того, как вы сохраните данные настройки, естественно, они вступят в силу. Если у вас другой маршрутизатор или другие настройки, не бойтесь, смотрите примерно по названиям. Заходите, смотрите, какие у вас настройки. Не бойтесь изменять, главное запоминайте, что вы изменяете, чтобы можно было зайти назад и вернуть все в исходное состояние. В принципе, я думаю, на этом я буду заканчивать свое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Не забудьте поделиться с друзьями и напишите свой комментарий. Понятно или доходчиво я вам все объяснил. Всего хорошего, до свидания.